О детских манипуляциях мы поговорим сегодня с детским психологом Светланой Бондаренко. Доброе утро. Доброе утро. Я так понимаю, вы сегодня не в гордом одиночестве. Мы за кадром просто общались. Мне кажется, что дети близнецы. А вы как думаете? Похоже, по-моему, просто нереально. Они по факту близнецы? По факту двойняшки. А, по факту двойняшки. Но похоже. Прям сильно похоже. Ну да. Ну, да ладно, вопрос не об этом. Вопрос о детских манипуляциях. Дети часто манипулируют взрослыми. И вот вы как профессиональный психолог часто попадаете под влияние собственных детей? Да, но я больше попадаю не как психолог, а как родитель, конечно. Ну, понятно. Потому что, да, это все-таки дети, и они учатся манипулировать с самого маленького возраста, с полутора лет, ну, до трех, как правило, уже осваивают разные техники дети. А с чего это начинается? Вот у меня двое детей, мне понятно, я знаю, как это все выглядит. А вот мне непонятно. Человек бездетный, и многие зрители у нас просто не знают, каким образом, с чем им придется сталкиваться. Расскажите нам, предупредите бездетных, с каких манипуляций начинают маленькие дети. Ну, обычно, конечно, самая распространенная и популярная манипуляция – это у нас слезы и истерики. Ребенок начинает плакать, потому что, когда он не получает что-то, ну, у него возникает чувство такое внутри, как протеста, обиды. Да, поэтому он начинает плакать, и он начинает со временем замечать, что, когда я плачу и начинаю истерику, и если я делаю это каждый раз все более с усиленной формой, то я добиваюсь того, что я хочу. Потому что либо мама, маме нужно быстрее решить этот вопрос, и она тогда, чтобы прекратить истерику, дает мне то, что я хочу, либо ей стыдно перед окружающими, вот, либо ей, ну, не хочется, в общем, больше ничего делать, ей проще так. Просто по поводу стыда перед окружающими, это очевидно в магазине, когда ребенок падает на пол, начинает стучать ножками и орать «купи-купи-купи-купи-купи-купи-купи». Обычно это уже такая форма, уже запущенная достаточно. Это уже давно, да, значит, запущенная. Скажите, а вот как вот, допустим, ну, я сразу скажу, я неопытный родитель детей у меня, повторюсь опять же, нет, пока все это в планах только. Вот, когда первый раз ребенок плачет уже в таком более-менее сознательном возрасте, когда пытается манипулировать, как мне отличить настоящие слезы от вот этих вот обманчивых, вот, 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 от манипуляций? Нет, ну, слезы могут быть не обманчивые, они, скорее всего, будут настоящие, просто либо мы затягиваем, ну, если со стороны ребенка говорить, либо я затягиваю этот плач, и уже однозначно повторяется, ну, как тональность, что ли. То есть вы уже понимаете, что либо слез нет, и продолжается просто вот это вот гудение, да, либо, если есть слезы, то здесь действительно нужно задуматься, просто прислушаться, наверное, к ребенку, вы поймете однозначно, манипуляция это или нет, но, скорее всего, с первого раза вы все равно не поймете. Вами манипулируют, вы поймете тогда, когда раза три или четыре повторится одно и то же поведение, а особенно в каком-нибудь определенном месте. У нас есть сейчас некоторые кадры, видео с интернета о том, как маленькие дети... Применяют эти навыки в деле, это довольно популярные говорили. Смотрите, но не учитесь. Адрина, какая ты сырка? Мама, почему надо учиться? Потому что, чтобы ты была умная, а не глупая. Надо так топать. Надо! Зачем? Ну, потому что! Ему скажи, если он тебя еще раз поцелует, я ему уши отору. Ну, он меня любит! Не любит он тебя? Ну, любит, любит! Милый, любимый, любимый, ты половинка моя! Меня, мама, добренько послушай меня спокойно, не орать, не кричать! Хорошо. Интересно действительно поговорить на тему, не когда дети плачут, а вот когда они засыпают тебя комплиментами. Как вот здесь разгадать вот эту вот тонкую границу между любовью, да, и тем, что вот мне от тебя кое-что нужно, ты такой красивый и хороший, вот между вот этим. Ну, я думаю, вы это почувствуете, конечно. Может быть, опять же, не с первого раза, а со второго, с третьего. Но, как правило, если последует после этого сразу. Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, когда твой ребенок ни с того ни с сего просто подходит к тебе, ты сидишь, работаешь за компьютером, какими-то другими делами занимаешься, ребенок просто внезапно подходит к тебе и говорит, пап, ты самый сильный, самый классный человек, мы с тобой лучшие друзья, да, вот так это выглядит. Вот это повод насторожиться, сразу же взять ухо востро и понимать, что сейчас от тебя что-то будут просить и требовать. Ну да. Так ли это? И, ну, конечно, это, во-первых, вы это сразу почувствуете, потому что, да, если это внезапно наступило, если это повторяется крайне редко, либо повторяется часто, но вы понимаете, что сразу после этого от вас будут чего-то хотеть. Поэтому тут нужно переходить к плавному, ну, отучению, что ли, ребенка, то есть, ну, так немножко съезжать с этой темы, чтобы в дальнейшем такая манипуляция не вошла в привычку. Да, не повторяется. Не вошла в привычку, потому что дальше будет нарастать, и во взрослом возрасте такие дети, которые вы постоянно, ну, манипулировали, и, в общем, использовали это ежедневно, и им это удавалось качественно, они будут потребительски, скажем так. Действительно, пробовать это из раза в раз, каждый раз пользоваться этим. Ну, конечно, это будет отношение к другим не очень хорошее, и к себе будет эгоцентрироваться. Светлана, скажите, вот представьте нам ваших детей, потому что мы не успели познакомиться, как зовут? Это у нас Ева. Ева, очень приятно, я Дима. А это у нас кто? Яна. Стесняются, немножко. Немножко стесняются. Мне кажется, Яне сейчас комфортнее, чем нам всем. Она так расслабилась, лежит, отдыхает, ей хорошо. Ну, впрочем, и нам хорошо. Я хотел спросить у вас, знаете, о чем? А вы часто капризничаете? Да. По секрету. Как мама, что мама говорит, когда вы капризничаете? Как она себя ведет? Хорошо. Хорошо. То есть она исполняет ваши капризы? Нет. Все-таки, значит, нет. Понимаешь, ведет себя хорошо, а капризы не исполняет. Манипуляции распознает. Это да. И самое главное, правильно их пресекает так, чтобы ребенок не выдал всех секретов внутри семейных. На самом деле, они, конечно, пользуются очень сильно мамой в плане манипуляций. Я четко понимаю, когда манипуляция, а когда нет, но я все равно, если я понимаю, что я могу дать это ребенку, то в принципе, почему бы и не дать? Вы знаете, я буквально недавно разбирался в этой теме, ну, если зрители помнят, я снимал сюжетную тему не только детских манипуляций, но и вообще в принципе манипуляций в отношении любого человека, любого возраста. Мне эксперты говорили о том, что ребенок принимает способы манипуляции от своего родителя. Ну, то есть, он вполне, можно сказать, учится у родителя, как управлять человеком. К примеру, когда родитель говорит, там, если ты не сделаешь уроки, там, не будешь играть в планшет. Конечно, ребенок принимает эту модель и затем, ну, так скажем, своим поведением показывает, что если ты не купишь мне игрушку, я буду плакать до посинения, скажем. Ультиматумы. Да, правда, это так работает? Конечно. Вот вы когда начали говорить о том, что папа, ты такой хороший, сильный, красивый, наверняка ребенок это слышал раньше, например, от мамы. Возможно, мама точно так же делает с папой. То есть, эта схема сработала у него на глазах, он понял, что это работает? Да. Обычно, если мы слышим такие, как вот мы начали, да, с криков и скандалов, значит, скорее всего, ребенок видел это дома. Когда молчанием, там, я с тобой больше не буду разговаривать, когда родители между друг другом вот такими же способами добиваются, конечно, чего-то. Молчаниями, криками, приказами и ультиматумами тем же. Вот. Но если между взрослыми, родителями уже устоявшимися, личностями, это, ну, уже как само собой разумеющееся, уже исправлять достаточно сложно и не всегда даже получится, не всегда это нужно. То с ребенком, когда родители манипулируют ребенком, все-таки, ну, нужно задуматься, потому что манипуляция всегда вызывает в ребенке, вот такие ультимативные особенно, как вы сказали, они всегда вызывают чувство страха, стыда, вины, понимаете, и, ну, это не очень хорошо для становления личности в будущем. Кроме того, что он будет это использовать постоянно, у него еще будет, ну, к себе отношение не совсем правильное, самооценка будет страдать. Хорошо, тогда напоследок, я вот буквально, мне очень интересна эта тема, уверен, что молодым родителям в том числе. Буквально, ну, допустим, там, два-три совета родителям, очень коротко, там, в формате по одному предложению, по одному тезису, как себя вести с ребенком, чтобы он не стал манипулятором, не стал манипулировать вами и в дальнейшем, там, в будущих отношениях. Угу. Ну, если манипуляции уже случились, мы хотим от них избавиться, это один момент, да, мы должны тогда вести себя, ну, неприклонно, скажем так. Игнорировать? Нет, взять в себе силы, найти и сказать четкое, твердое «нет». Угу. Вот, либо если ребенок кричит, мы просто можем покричать вместе с ним, точно так же лечь на пол, ну, это совсем такая ситуация, конечно, лечь на пол в магазине или там упасть. Ну, это схема рабочая, на самом деле, правда? Это схема рабочая, да. Ему тоже станет стыдно. Ему тоже станет стыдно, он перестанет просить. Если это, допустим, манипуляции болезнями, когда говорят, мамочка, ну, мне же так плохо, там, у меня все болит, я это делать не могу, вот такого рода манипуляции, тогда можно сразу вызывать врача, доставать таблетки, бекстуры, ребенок тоже подумает, что, ну, мне это не надо, и, короче, да, я так делать не буду. Или уколы. Вот, уколы вообще хорошо работают, вызов врача, уколы, сразу все проходит. Если таким образом манипулируют нами. Ну, а если криками так, ну, если криками, я уже сказала, мы просто должны уметь сказать нет своему ребенку. А если мы чувствуем в себе хотя бы дулю какого-то сомнения и понимаем, что мы сказать нет, нам будет сложно, на четвертый раз мы все равно согласимся, то лучше тогда сразу согласиться, отказать в другой раз. Хорошо, с нами рядом сейчас находится Светлана Мондаренко, детский психолог, а также двое удивительных девочек, обращу внимание, не близняшек, двойняшек. Спасибо вам за интересную информацию, обязательно учтем, я возьму на вооружение на будущее, Слава, я уверен, применит уже. А я готов бесконечно любоваться несколькими вещами, одна из них это то, как ребенок может себя непосредственно вести в абсолютно любых условиях. Пришел, лег, поспал, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты всегда можешь прилечь и поспать.